добрый день дорогие друзья в своем третьем выступлении для вас я хочу рассказать о секретариате фонда это недавно придуманное правлением фонда структура но прежде всего что такое фонд фонд это общественная организация в уставе которой никак не предусмотрено управление руководство кем бы то ни было и чем бы то ни было фонд занимается только организацией всевозможных мероприятиях направлены направлены которые на популяризацию идей изложенных в книге звенящие кедры россии на помощь создателям родовых поместий все я еще хочу повторить что это не организация которая занимается каким-то там управлением указаниями она может только предлагать за время своего 22-летнего существования фонд показал большую эффективность своей работе но вы все знаете крупномасштабные московские мероприятия вы знаете мероприятия которые проводились в регионах ну например фестиваль в белгородской области в минске на украине и фонд поступает очень много обращений фонд некоторые так говорят и думают что фонд это вот там руководить чем-то да фон является самой авторитетной организацией в нашем движении неформальном движении звенящие кедры россии но он является авторитетной организации не из-за того что где-то на бумаге указано будто он чем-то руководит а за счет авторитета фонд проводит мероприятия не только в россии но и за рубежом грандиозным было участие фонда в юбилейные международные ярмарки самой крупной ярмарки в мире книжной ярмарки на во франкфурте на майне у фонда было это организовали участие в этой ярмарке моя внучка и ряд предпринимателей они арендовали на ней небольшой стенд там где-то был но в десятки раз меньше чем стенд всей россии но самое большое количество людей приходило к этому стенду и потом организовали встречу я пришел к читателям и там было самое большое количество читатель самое большое пасть самая большая посещаемость среди всех стендов и вот знаете я гордился за россию и гордился то что вот было было организовано такое мероприятие еще вспоминаю мероприятие в прибалтике которая была организована в доме дружбы построены еще при советской власти он там зал чем-то похож на большой театре он был весь заполнен это была такая дружеская сильная обстановка а называется это все народная дипломатия я повторяю фонда то небольшая по штату организации она большая по смыслу но небольшая по штату организации живет она за счет пожертвований и не всегда фонду удается ответить на все поступающие к нему вопросы предложения можно увеличить было конечно штат но это мы посчитали правление посчитала это нецелесообразным и тогда родилась идея что сделать секретариат фонда который бы не находился в каком-то офисе а который бы находился в каждом поселении состоящим из родовых поместий вот в газете звенящие кедр россии изложено положение о региональном секретариате фонда культуры и поддержки творчества анастасия вот она ну своими говоря своими словами я скажу следующее этот секретарь как и фонд не имеет возможности не имеет рычагов управления он лишь информирует создатели родовых поместий о мероприятиях которые будет проводить фонд который проводит об информации которая скопилась фонде а я вам должен сказать что за все эти годы благодаря дирекции фонда и в первую очередь благодаря мая ладиловой фонде скопился очень большой архив анализируя который можно сделать массу массу выводов и я вам скажу сразу что эти выводы прекрасны фонд говорит о том что создание родовых поместий это начало новой эры не только в россии но и теперь уже ясно что это начало новой эры на земле вот что же должен делать секретарь который находится в родовых поселений родовом поместье ну прежде всего если фонд проводит акции он должен желательно чтобы он вот опять слово должно говорю должен желательно чтобы он принял вак в этой акции объяснил собрал вопросы какие будут задавать люди поселенцы и переправил их фонд тогда мы сможем ответить на часто задаваемые вопросы быстро и эффективно ну а также через него можно получать какую-то информацию получать какие-то материалы вот в частности семена от семена кедра вот по акции миллион родина тебе миллион кедров тебе родина вот и я прошу в поселении ознакомиться вот с этим положением и в поселении где еще нет такого секретаря выбрать его кстати секретаря можно выбрать в поселении могут люди собрать собрание выбрать этого секретаря но если это не произошло кто-то может по собственной инициативе обратиться фонды сказать я хочу быть вот таким секретарем я буду работать работает она общественных началах если будет у фонда возможность он конечно будет поощрять своих секретарей но если будет возможность пока ее нет но в конечном итоге и фонд соглашается с этим но он конечно наведет справки что этот человек действительно из этого поселения и так далее и начинает работать исходя из его работы через полгода через год люди сделают выводы скажут да этот человек достоин быть секретарем и мы его утверждаем вот такое если коротко я вот и в своем вот этом обращении хочу вернуться этой акции миллион кедров тебе родина знаете вот в древности люди которые это есть и в сказках и есть такие факты брали землю в такой мешочек маленький который висел на груди у человека который уходил там в путешествие может быть на войну может быть на защиту своего государства своей родины своей земли и он туда насыпал землю из своего поместья нам могло по-разному называться но вот я хотел вам рассказать а что такое кулон из кедра во-первых из какого кедра нужно сделать кулон но сейчас мы знаем что кедр это уникальное дерево там обладает фитонцидностью там не заводится моль где есть где есть шкаф из кедра мы знаем из библии что царь соломон там строил здание из кедра храм он построил дом и храм но этот храм обладал такой невероятной силой что священнослужители там службы не могли вести почему-то их оттуда выталкивала может быть они не то что-то делали ну те священнослужители это неизвестно но представьте себе у человека в поместье растет кедр при одном поколении при втором поколении при третьем поколении и кто-то уходит из этого поместья а на груди у него висит кулон из кедра вот мы говорим о звенящем кедре мы говорим о украшениях из бриллиантов из золота из серебра украшения которое сделано великими матерами мастерами и строят то есть стоит очень больших денег на аукционах что может быть сильнее кулона сделанного рукой вашего прадеда вашей матери вашего отца кулон который висел у них на груди какой информации какой энергетикой должен обладать этот кулон он будет я уверен в этом посильнее чем звенящий кедр он одновременно будет и звенящим кедром и родовым кедром сильнее этого украшения не может быть вот сергей мегрея у него он одевал кулон и носил его на своей груди даже тогда когда он ходил в баню и я описывал в книге кулон который висел на груди у дедушки анастасии и что он при он необычный какой-то приобретает необычный цвет так вот у сергея кулон так изменился что такое впечатление будто бы его шлифовал и делал какой-то великий мастер хотя он просто носил его у себя на груди я думаю я вот передам это свое выступление чтобы его сделали смонтировали и если есть возможность показать вот этот кулон который он подарил моим внучкам ну одно из моих внучек сейчас носит другой чтобы подарить другой но и я вам я вам прошу предлагаю прислать фотографию и тех кто долго носили кулоны вот эти прислать свои фотографии фотографии своих кулонов очень интересно посмотреть как они выглядят у человека который носил их 5 или 10 лет ну постоянно носил вот такое предложение ну ладно вернемся к секретариату вот это очень важно это может оживить работу это может помочь людям в этих родовых поместье в том числе и обеспечит их работой я думаю что вот сейчас работает как это называется в интернете чат чат в котором общаются между собой секретарей то есть сейчас идет процент становления и мы научимся как-то общаться секретарей научиться общаться между собой будет проводиться мероприятие будет проводиться обучение и и будем дружить все вместе вот такое что я хотел сказать еще я хочу сказать вот немножечко а пандемии дыме я скажу в следующий раз а вот я еще немножко хочу сказать о кедре а плон о кулоне кедра посмотрите известно в литературе художественными тетях литературе известны науки что кедра отгоняет микробы что в платье ну когда делают шкаф из кедра там не заводится моли ну и так далее и так далее эту информацию можете собрать сами я не буду занимать ваше время но согласно логике тогда кулон из кедра должен действовать еще сильнее как какие-то просто планочки из которых сделан шкаф потому что кедру присоединяется сила ваших родителей и прародителей ну в данный момент просто ваша сила добрая сила а такую такие интересные мысли на а знаете все очень хорошо развивается идут много разные споры в разных чатах и так далее и так далее это не противостояние это споры споры бывают и в семье между братьями и сестрами между детьми и родителями и здесь вот именно эти споры говорят о том что звенящие кедры россии как неформальное движение это живое движение она ищет идеальные пути своего развития и она их найдет и даже то что не всегда там кричали ура власти этому движению где-то помогали где-то не помогают это тоже время нужно было пройти нам потому что нам никто не помогал но нам и никто не мешал самостоятельно найти как и это правильное взаимоотношение друг с другом поэтому я хочу вас поздравить с тем что наше движение существует что оно неформальное что она развивается что барды продолжают петь прекрасные песни и они все совершенствовали художники продолжают рисовать картины и впервые вот в своих книгах в лучшем издательстве страны я могу использовать не картины профессиональных художников так называемых профессиональных а картины читателей и уже выпущено несколько книг которые на обложке которых вот эти вот картины вот это и есть развитие это и есть развитие новой культуры радостной культуры до следующей встречи до завтра до завтра и до